Купили для девушки очень дорогое вино и хотите произвести максимальное впечатление? Тогда у нас есть для вас кое-что. Сегодня обзор очень крутого штопор от Xiaomi. Он электрический и обязательно вас удивит. Пошли смотреть? Пошли-пошли! Вы, наверное, задаетесь вопросом, что это было? А это у нас электрическая открывашка для бутылок от вина от Xiaomi. Хо-хо! Она кличется. И, в принципе, вот мы ее распаковали, чтобы показать вам комплект. Чуть позже поговорим конкретно про нее и как это все дело работает. Итак, в комплекте, кроме самого штопора, есть также ножнички для того, чтобы открыть верхнюю часть бутылки. Если кто не понял, как это работает и что это такое, я чуть позже покажу на примере. Ну и кабель microUSB для зарядки. Да, она заряжается, у нее есть аккумулятор и, конечно же, приходится время от времени заряжать. Про аккумулятор мы тоже поговорим буквально чуть позже. Сам по себе штопор выглядит довольно брутально. Та часть, за которую мы держим, она очень хорошо прорезинена. Сверху и все остальное это металл. У нас есть две кнопки для управления. Индикация заряда. Их только четыре аж. И, соответственно, у нас все горит здесь либо синим, либо красным. В зависимости от того, в какую сторону мы вкручиваем или выкручиваем пробку. Далее давайте пройдемся по составляющей. Из чего состоит штопор и почему он крут. Итак, у нас здесь мощный двигатель, металлический редуктор, аккумулятор емкостью 550 мАч, что хватает примерно на 70 бутылок. И также плата управления. Кроме того, в чем сам кайф. Этот мощный двигатель, он на промышленных подшипниках, а сами шестеренки, они из бронзового сплава. Вся эта конструкция плюс с мощным двигателем дает вам такой момент, что при открытии бутылки ни одна песчинка деревянной пробки не всыпется в само вино. И оно не будет ни нагреваться, ни взбалтываться. Вы за 6-5 секунд откроете идеально любую бутылку. Хоть самого дорогого вина и не будете ни за что переживать. Кстати, есть небольшой момент. В принципе, если у вас полностью разрядился штопор и больше нечем открыть бутылку, то если вы всего 5 минут его поставите на зарядку, этого хватит, чтобы открыть до 10 бутылок. Так что за это можно не переживать. Кабель, кстати, microUSB для зарядки. Тоже, который, как вы видели, идет в комплекте. Ну вот, собственно, как это работает. Берем комплектные ножнички, для чего они и нужны, собственно. Нажимаем наверх бутылки, захватываем, немножечко придавливаем и поехали крутить. Таким образом мы открываем верхнюю часть. Вот она, открыта. И у нас идет открытая пробка. Все, осталось вставить штопор. И нажимаем на низ. И немножечко давим рукой. Вот таким образом происходит прокручивание бутылки. Ну и когда вы докрутили, дальше он сам показывает, что уже все, хватит. Чуть-чуть усилий прикладываем и поднимаем вверх. Все, пробка остается там, винчик открыт. Чтобы пробочку достать, нажимаем на верхнюю, ждем, и она сама выкручивается. Оп. Все, коллекционная пробочка готова. Штопор нам помог, немножечко разрядился, зато бутылочка открыта в несколько секунд. Знаете, неважно, дорогое вино или дешевое, и чем его открывать. Главное, чтобы была хорошая компания. Ставьте лайки, подписки, колокольчики, и пишите в комментариях, на что сделать следующий вот такой интересный обзор-как это работает. Ну, вообще, звучит как тост. За вас!